Сегодня 2 марта мы приглашаем на открытие всех инвалидов. Сегодня состоится открытие два часа спортивного клуба для инвалидов. Шашки, дартс, настольный теннис. Также приглашаем всех поучаствовать в конкурсах. Просто пообщаться с такими же людьми, просто не чувствовать себя ущербными и в то же время получить массу позитива. Так что прошу на открытие, все будет хорошо, все будет отлично. И кройки и шитья. И кто сюда может приходить? Инвалиды бесплатно, люди сулят, сулят. Ну, нос. По 25 рублей всего лишь, 25-50 рублей максимум. А с инвалидов нет, да? А с инвалидом все бесплатно. А массаж? А массаж спины, шеи и позвоночник. Сколько у них стоит? Для инвалидов тоже бесплатно. Ну, если не валит, просто валит человек. Нет, продала это. Наша чемпионка. Но она плохо разговаривает. Перенесла 7 инсультов, поэтому плохо разговаривает. Ну, ладно. Ее все медали. Она всегда отличается на соревнованиях. Всегда. 80 медалей. 80 медалей. Шашки, дартс, настольный теннис, бадминтон. В общем, легкая атлетика. В общем, по всем видам практически занимает призовые места. Вот. Также у нас наш чемпион, тренер по дартсу, по настольному теннису, по шашкам. Пять в одном. Представитель. Все пять в одном. Представитель. Всегда на всех соревнованиях. Воспитатель. Вот эту девочку я возила с 9 лет. Теперь ей 30 лет. Конечно. А ее достижение видно вот на нашем этом стенде. На стенде. Это за один раз она 7 куков привезла по легкой атлетике в Самаре. На российских соревнованиях. На Босны. На Босны. На Босны. Так. 24. 25. Да. Ну, 20. 20. Девочка там это. В этом клубе я нахожусь 20 лет. 20 с лишним лет. Вот. Ну и достижения какие? Ну, достижения. Тоже дартс, шашки, настольный теннис. Никогда не подводила команду. Всегда бываю. На чемпионат России в чемпионат Сары ездили. Мы занимали там призовые места. По бадминтону ездили в Москву. По бадминтону в Москву ездили. Ездили по теннису в Великий Новгород, Пензу. Там были международные соревнования. На всех соревнованиях мы занимали призовые места. Вот она потом подросла, когда стала тренировать детскую команду. У нее была группа глухонемых. Она в 69-й школе. Вот, Геннадий Семенович. В моей школе. Да. Он... Чемпионами области стали. Да. Чемпионами области стали. С пятого класса, пятый, шестого, седьмой, восьмой, девятый. Вместе с классным руководителем. Возил их все. Это вот категория людей, которая помогала Светлана Михайловна. Вот примерно так. Очень здорово выступали. Настольный теннис, шашки, даже по-моему у нас стрельба была, да? Да. Стрельба была. Плевать. Сейчас просто стрельбу нам запретили проводить. Очень здорово. Просто тогда они выступили великолепно. Светлана Михайловна. Да неужели. И в каком-то году у меня такое было отчаяние, что это бросит все. Я приехал, значит, с ними в школу. Фотографии. Меня Светлана Михайловна откуда-то раздобыла эту чемпионскую. Я ее на стенд директору показал. Директору. Ну, ребята, какие у нас люди. Он даже не знал какую-то школу. Вот так и так. Вот. Очень здорово. В 2004 году я решила это оставить дело, потому что отчаяние какое-то было. Никто не помогает, никаких дел, ничего. И я решила оставить. Ушла из клуба, сама плохо чувствовала себя. И объявляю, что у нас будут областные соревнования по всем видам. По всем видам. Ну, как Спартакиады. 18, да, Спартакиады. Как Спартакиады. Там и дартси, и шашки были, и настольный теннис. И я думаю, как же я своих ребят. Я быстренько их собрала, привезла, и они первое место из 18 команд заняли. Там были дети и взрослые в команде. Помплексная команда. Мы заняли. Мелкие все, средние, большие, ветераны. Великий Новгород. Да. Мы ездили вчетвером на теннис в Великий Новгород. Да. Ну, там только я третье место заняла по теннису. Вызвали достойно. В Пензу ездили мы командой. Там кто занимали? Нет. В Пензу. Мы с ней заняли. Нет. В Пензу не ездила с нами. С Леной Деминой мы заняли второе место. Смешанные парни с Юга третье место заняли. И наши тоже вторые места занимала Лена. В общем. То есть это боеспособный клуб. Да. Боеспособные люди рвутся к этому делу. Вот этот мальчик у нас недавно ходит. Поэтому у него медали немножко. Он такой несменный. Мы его везде это. На последних соревнованиях в Акробате. Третье место занял по плаванию. А еще и по плаванию. Понятно. Он сейчас теннисист. Он очень хорошо стал играть в теннис. Даже второе место занимали. В Акробате из нашего клуба было 9 человек. И все получили по две медали. Вот еще Валера. Он у нас дартсист. Дартсист. И настольный теннис. Вот это наша. Здравствуйте. Здравствуйте. Снабинеты. Да. Мы еще и нарды играем. Думаю, красавчик. Вот и наш чемпион. Еще один пришел. Думаю, вот у нас много. Замечательно, замечательно. Вот этот Сережа у нас шашист, шахматист и вообще хороший мальчик. Тоже его водила еще... Голова. Да, голова, голова. Это голова в области чемпионата. Это мальчик, его зовут Игорь. Он часто натрадает в клуб, но потом в состоянии здоровья его редко, но привозят на такси. Он у нас чемпион, раньше был в погребле, потом пришел в наш клуб, он у нас шашист. Нажды мы с ним играем. Хороший парень. И в прошлом году они создали семью. И у них родился сынок, которому исполнилось один годик. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас еще один. Вот этого мальчика, с 7 лет, вот такой. Немножечко к тому подойдите. К тому подойдите. Раз, два. Вот этого мальчика, сопроводилась за маму, конечно. Он у нас шашист. Теннисист Это для меня вообще молодец Я так рада вас видеть Чей танцами занимается? Чей танцами занимается? Нет, слушайте, наверное, на пристах-то будет Спасибо Вы как мама, это самое, да? Я его любят глазами, мама, няя, Рим, три деда Так А я тебя по всему поводу еще Глота больше А практически вот прям, если вот так, смотри Да, что-то лучше упадет Ваш вопрос Ваш Но мы только такие медали Мы не можем те, которые до инвалидности Тебе Это у меня есть Так, мы дали Ночью, которой без инвалидности Сила Какая разница Он уже был Давайте я пришел Мама придется, потому что он пришел Это вот Когда он не был еще инвалидом Это вот Когда он не был еще инвалидом Олег Олег Да Так Да 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 По второму клубу А мы же в Урастов приехали гости Сегодня мы собрались Как бы Сегодня мы собрались Честного клуба И членов клуба Спортивного клуба Людей с ограниченными возможностями Какие они молодцы Что эти лица Сияют Идеатические Правда Да Порадоваться А что делаем мы Что делаем за ними Ребята Я согласна Орловно Надо их поддерживать Поддерживать И радоваться за них А как глядя на них Это может быть физически Это финансово Да Ты же можешь Вот И глядя на них Поднимается так Вы думаете Вот Они помогают Все Слава Богу А он получился просто Да Эффект там Но они Не теряются Не теряются Часто И мы глядя на них Привлекаем И мы глядя на них Тоже Берем с них пример Нет Берем Нет surprising metric Горьба Он Назв 업 По Все И Ш О О Д r од Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Надеемся, что вы будете ходить, переходить, тренироваться и точно так же занимать места, как и раньше в Славянах, где проводилось больше времени, больше тренировок, общения и всего прочего. Также хотелось бы сказать спасибо Славе Михайловне Кладовщиковой, Елене Яковлевне, Геннадию Семеновичу, Всем тем тренерам, которые взяли, сделали из нас людей, которые просто-напросто сделали из нас чемпионов, спортсменов, кто занимал места, кто участвовал в соревнованиях. Вы можете видеть у всех медали, у всех только позитивные эмоции, и все хорошо. Все эти люди, которые ходили и будут ходить, надеюсь, в этот клуб, теперь уже Олега Александровича Клибалова, к сожалению, нету. Два года назад случилось несчастье, но тем не менее директор этого клуба я, надеюсь, я вас не разочарую, будем проводить соревнования, точно так же участвовать во всех паралимпиадах, будем принимать все предложения на соревнования, ну и так же тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Слово предоставляю Вавилову Елене Александровне. Здравствуйте. Я как представитель управления физкультуры и спорта города Тольятти хочу, конечно, вас поздравить всех, дорогие волжане. Хочу вас поздравить с новым домом, наконец-то. Надеемся, да, что вы его облако устроите, сделаете красивым, таким, как вам нравится. Да, ваш дом будущий, хочу вам пожелать дальнейших успехов, потому что, ну, вы молодцы просто. На вас надо просто смотреть и гордиться, что вы такого достигаете в своей жизни. Хочу, конечно, огромное спасибо сказать хозяйкам, которые молодцы, которые организовали это все и взяли на себя такое ответственность. Удачи, успехов дальнейших и долгих-долгих лет, чтобы ваш клуб еще процветал. Всего хорошего. Со своей стороны хочу пригласить вас еще поучаствовать на соревнованиях обязательно, потому что у нас в городе Тольятти проводят мероприятия для инвалидов. Пожалуйста, приходите, участвуйте, всегда будем рады вас видеть. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Обязательно. Хочется слово дать нашей жигулевской организации, Розалии Андреевне. Они подготовили номер конкурсный. Посмотрим. Сразу, да? Но перед этим прошло вас приветственное положение. От всего нашего коллектива. И лично от себя. Разрешите выразить большую радость, потому что свой дом – это для каждого большая радость. И, чтобы долго не говорить, мы вам желаем развития, успехов и побед. АПЛОДИСМЕНТЫ А еще подарок. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, награждается Василия Розалия за третье место в чемпионате городского округа Тольятти по русским шашкам среди женщин. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и вот, наверное, такая вот медалька за третье место по русским шашкам. Это раздание. Теперь ждем ваш номер. Пожалуйста. Сегодня очень жалко здесь. Это жарко от ваших сердцев, это жарко от того, что вы так чувствуете, что это действительно Ван Том, и он вас так хорошо здесь встречает. Я слово еще не беру, потому что наши друзья жигулевцы готовятся к выступлению. Но вот то, что уже я почувствовал, когда я сюда пришел, это вот ваши сердца здесь остаются. Я думаю, что и вклад еще здесь только делал, чтобы почувствовал, что вот эту стенку я отремонтировал. Здесь я участвовал, тренировался. Такой, чтобы это действительно был ваш долг. Поэтому, я думаю, что сейчас мы еще увидим всему новых людей. Всему новых людей. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Приготовились. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два, три. Браво! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Аплодисменты Добавил DimaTorzok 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 Сейчас я видел, что подошел, тоже, наверное, будет поздравлять вас. Ну, а мы, ветераны спорта, как помогали вам, так и будем помогать и в тренировочном процессе, и в помощи нашей тоже силы. Поэтому, первое, у вас должна быть, конечно, библиотечка или как методическая, а то и хорошее. У нас очень развита самба в Тольятти, и вот такая книга «Самба» на Волгском автозаводе, очень красивая. Вы иногда будете здесь тренироваться, присели, посмотрели, а потом, может быть, и с вами фотографии такие мы найдем. Поэтому я дарю руководителю вашего клуба эту книгу, чтобы у вас полочка была в спортивной книге. И поскольку этот год уже начался с массовых соревнований, вот «Лыжня России-2015», я тоже дарю сегодня одну шапочку руководителю, а другой, наверное, кто выиграет сегодня. Вот сегодня соревнование, наверное, будет, да? Ну, да. Вот, и кто выиграет. Поэтому мы от ветеранов спорта города Тольятти и Соборской области вас поздравляем с открытием клуба, дарим вам подарки. Ну, и, наверное, от нас еще будет какое-то выступление. Да? Это семья у нас, да, спортивная семья Садовникова, которая рядом, которая уже помогает вам в организации. Наверное, что-то и они поздравят. А я вручаю вам подарки. Будьте рады третьего возраста. Хочем поздравить вас с вашим праздником. Это великий для вас праздник. У вас действительно будет свой спортивный дом. Поздравляю вас, желаю вам здоровья, творческих успехов, особенно спортивных успехов. Успехов верю вас как на сто процентов. Нет, не как в себя, а на сто процентов. Недавно прошел только праздник мужской, защитник фосеищества. Вот я так хочу мужчин сейчас поздравить, а потом женщин. И прочитать вам одно стестворение. Именно сейчас для мужчин и от мужчины, от Александра Баранцова. Прятка называется. С тобой, с судьбой, играя в прятки, я думал, жизнь моя светла. Но у тебя седая прятка вдруг засветилась у виска. Как будто тонкой-тонкой кистью покрашен каждый волосок. Как будто выпал и нечистый, красив, но холодно-жесток. Кто это сотворил с тобою, прибавив сразу воречь лет? Кто многоопытной рукою вписал призимье в твой портрет? Кто так безжалостно, но кто же украсил там лицо овал? Прости, не я ли тот художник, кто эту прядь нарисовал? Теперь, дорогие, хочу женщин поздравить, потому что скоро праздник женский. Хочу поздравить с вас таким стихотворением в женский день. Мимозы, 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 весеннее солнце в руках, Алмазами светятся слезы в сияющих счастьем глазах. А много ли надо для счастья? Букетик пушистых мимоз, Улыбку простого участья, И сердце открыто для грез. Мимозы, 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 Кокетливой стати цветы, Весной затмеваете розы Разгулом золотой красоты. И не от негою полнятся души, И слышится ласковый блюз. Ничто в женский день не нарушит Весны и мимозы союз. Простите, дорогие, что разволновалась, Потому что вот сегодня только утром видела, Когда мы с вами встречаемся, Нам порой раз так здоровым людям, Так стыдно, стыдно становится За кое-какие моменты в жизни. Вот он поднимает, и я их не подниму. И мне как стыдно становится. Как же стыдно. Так что вы самые замечательные, Самые родные для нас люди. Тренера у нас есть. Судьи есть. Это громко сказано, тренеры. За 25 лет ни одного профессионального тренера, Один Геннадий Семенович, Он тренировал нас по теннису, И до сих пор сказал, Я вас не брошу. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с 3 февраля. Очень умный вид. Это шашки и шаговки. Ну и все виды, которые связаны с укреплением здоровья. Мы сегодня видели все эти упражнения. Когда также отличный спортсмен, Также участвовал во всех соревнованиях, Занимал методами. Умный, грамотный. Умный, грамотный человек. Добротсовестный. И всегда помогает. Случай. Надеемся, что будет продолжать и дальше. Также помогает. Спасибо большое. Это она меня поздравляет с 23 февраля. Нет, это что смешного. Мы с открытием нашего спортивного клуба. Как родоначальники, начальники и все прочее. Сезанна Михайловна, Елена, Сергей Александрович, Можно вас попросить подойти ко мне сейчас на данный момент? Это люди, которые всегда рядом. Которые всегда будут заниматься с людьми. Которые всегда будут помогать. Вот это по настольному теннису, шашкам, дартсу. Тоже самое бабушки наши любимые, родные. Которые всегда нас вырастили в этом клубе. Кто помнит их? Кто знает? Конечно, все мы еще, как Саня сказала, под стул ходили. Семилетник, в этом году 25 лет концу года. Алена, 25 лет. Я ее чуть поздно нашла. Это наш золотой придер. У нее 80 медалей. Это и стрельба, это дартс, шашки, шахматы. Да, 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 да. Настольный теннис и вообще умница. Девочка красавица и вообще бабушка. Давайте проработать. Она инвалид первой группы. А это вот у нас самый скромный человек наш. Который поднял нас, заставил заниматься спортом, заставил подняться над своими болячками, над всеми. И некоторых даже поднял с постели, с кровати. Возил у нас на соревнования девятилетних. И всегда мы занимали кроссовые места. И мы очень вам благодарны, Светлане и Миклановне, за то, что вы сейчас до сих пор рядом с нами. Спасибо. Он по шашкам, теперь по настольному теннису. Так что, по большому теннису. Ой, прости. Ну, я бы тебя давно не любила. Это у этого мальчика. И вот у этой девушки родился маленький наш. Вот это у мальчика. Можно я еще чуть-чуть о своей игре скажу? Я люблю его. Вот это Паша. Это настольный теннис, дартс. Он маленько ленивый, но я его гоняю. И мне брать... Это шашист, шахматист. На всех соревнованиях он принимает кредовые места. А вот мы, мы на России, на конвертах, на кухне, на кухне, на кухне, на кухне. Я его люблю, в Москве. Он сочиняет стихи. И когда мы едем на соревнования, он выходит читать. Он очень волнуется. И когда заходит за сцену, я его вот так вот так к нему крепко держу, держу, держу. Да. Это было давно. 25 лет тому назад, когда я был очень маленьким, по-другому. Меня пригласили на соревнования. И если честно, я выходил вот так. Когда я играл в шаршки, за мной стояло на плавной голове, в заберете. Вот так купляло на меня руки. И я играла вибрано, саш, хорошие. И что со мной происходило, вы сами можете мне представить. В секунду, две минуты купить. Благодаря тому, что я ездил на соревнования, я обнагрел по-хорошему смысле этого слова. Я стал с тебя шаршиком. И уже последнее мое, самое главное достижение, это я был четвертым на последнем чемпионате области среди здоровых. О-о-о! 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 Я получил в клубе за штабом огромный. И очень жаль, что возраст уже у меня такой, что ну не хочу бросать, потому что мне очень жалко бросить этих людей, с которыми я столько, считай, полжизни. И еще лет 15 лет, лет 15, еще надо терпеть. Ну хорошо, спасибо, как сказали. Наши, которые полагали, самое главное, не помню, это даже не то, что мы говорят во время и читали. Можно выиграть, можно проиграть. Самое главное, что дал мне спорт, это я стал социально активным человеком. То есть, если у меня много здоровых товарищей, и они моей болезни не видят. Не потому, что они меня жалеют, а потому, что не видят. Потому что ты хороший человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Не говори, о чем не знаешь, о чем не ведаешь, молчи. Ты боль и грусть из сердца забираешь. Ты блеск давно, погас, но в жизнь взлети, пусть нет любви. Пусть я, ребят, я изгой, но в этом мире существуешь ты. Мне жаль, что нету как, чтобы тебя в свете сотен найти. К тебе бесшумно подойти и руки ласково наблюдить, опустив шепнуть. Люблю тебя, и в тот же миг исчезнуть. Навсегда уйти, исчезнуть. И споиться, и в тишине с мечтой раздаваться. И задевать свои мечты, что где-то с кем-то ходишь ты. На этой замечательной ноте я хочу представить Ольгу Александровну. Председатель Совета ветеранов нашего первого портала. Мы находимся здесь рядом, поэтому мы очень рады, что открылся такой клуб. Рассчитывайте на нашу помощь и на наше участие. Я уверена, что из нашего Совета очень многие примкнут к вам. Еще я хочу представить слово Надежде Геннадьевне. Она представитель депутата Жуковой, которая предоставляет вам очень существенные подарки. Пожалуйста, Надежда Геннадьевна. Я присоединяюсь к вам, и хочу поздравить от лица Жуковой Натальи Викторовны. У меня аж слезы. Хочу поздравить от Жуковой Натальи Викторовны, депутата нашей Натальиевской городской думы. И подарки вам. Вот эти студии даются. Вот это вам как на чай, ребята. Это на чай выходит. А чтобы можно было покушать чай, для чая, чайник. Спасибо вам большое. Это в студии, что вы сказали. Спасибо. 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 Чтобы на чемпионатах России, хотя мы и участвовали, и занимали призовые места. Но при таких условиях, что вы нам помогаете, что у нас есть символы, что мы будем расти дальше. Будем расти дальше. Спасибо вам большое. Хочу представить еще одного человека. Это директора мини-больфа Евгения. Дорогие друзья, я рад, что меня сюда пригласили. Я так думаю, что через какое-то время в этих вот прекрасных апартаментах... Будем проводить соревнования. Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Вы велик клуба нашего любителей мини-больфа. Мы вас обязательно пригласим туда. И готовьтесь, готовьтесь к соревнованиям. Замечательно. Я желаю вам дать всех, чтобы здесь прописал сбор, жизнь тепела и во все стороны, чтобы вы развивались. В свою очередь, хочу сказать, что у Евгения было недавно юбилей. Эх, ты вспомнил. Это не главное. Мы от своего клуба хотим вас поздравить. Это не главное. С юбилеем. Ну, правда, благодарственное письмо еще и не напечатал. Не обязательно. Вот, так что, поздравляем, пока на салах. Вот к 4 апреля, к юбилею клуба, нам 10 лет будет. Вот, давайте свое письмо. Мы с удовольствием в акробате. Я приглашаю вас. Там с 10 мы вас еще отдельно пригласили. В 10, до 4 часов будет праздник. Теперь у вас есть возможность проводить соревнования у нас. Молодцы. Хорошо мы все проводили. Конечно. Значит, будем сюда привозить оборудование. Здесь проводить соревнования. И за счет и кровь и походим. Но на праздник я вас все равно приглашу. Но на праздник же надо. Желаю вам удачи, всех женщин с наступающим праздником весны. Спасибо. Удачи, удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Большие клубы не только Тольятти, но и в этой Самарской области. Они чемпионы, этот клуб, да. Поэтому они тоже хотят, чтобы и ваш клуб был как клуб чемпионов. Вы не забывайте, что клуб Виктории так просто не отдаст свое перец. Да, Рустам? Да, у них тоже есть люди, которые уже регулярно ходят, занимаются, да, сотрудничают с Центром физкультуры и спорта города. Поэтому вот именно вот это вот соперничество и должно у нас еще дать людям стать чемпионами. Только в борьбе можно стать. И человеком, и чемпионом. Подожди. А самое главное тренировки, тренировки, еще раз тренировки. Если человек не будет ходить на тренировки, естественно, у него ничего не выйдет, ничего не получится. А если человек, когда тренируется и начинает психовать, говорит, что у него ничего не получается, то это сам человек такой. А мы в нашем кругу, в нашем клубе пытаемся этот негатив, эту тревогу, вот эти все негативные эмоции убрать. Поэтому в нашем клубе всегда присутствует дружественная, теплая обстановка. Дорогие друзья, представляю вам интересную игру. Называется «Рыбаки». Ну, нам четыре участники, мужчины. Желающие, добрый день. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дорогие участники! Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добро gecko Субтитры делал DimaTorzok Добро гонят на лютый мороз Там он облитый водой ледяною Правой рукой прижимая билет Будто билет под холодной водою Жаркому сердцу остыть не давал Так и стоял Не склонясь перед катом Долго по телу струилась вода Так остался стоять он у хаты, Будто во вылитый весь изо льда. Но не корой ледяною покрытый, Но не облитый водой ледяной Вылет из бронзы и солнцем облитый. Будет он вечно стоять над землей. Пожалуйста, приходите на тренировки. На семечную вечеру все будут спеть. Все, спасибо, спасибо.